Мужчина, который позволяет себя любить. Почему эти отношения могут являться токсичными? Он уходит гулять с друзьями, она ему звонит много раз в день, там, допустим, а он не снимает трубку. А женщина обычно молчит, терпит, а потом начинает в процессе конфликта, начинает высказывать «Вот, ты мне не говоришь вот этих слов, ты вот это не говоришь». А он говорит «Я даже не знал, что нужно говорить это. Тебя все устраивало, что менять? А что тебе не нравится? Я такой, какой я есть. Если не можешь принять меня, не принимай». Почему вас притягивает такой тип мужчины с комплексом жертвы, понимаете? Почему вы заслуживаете любовь? Здравствуйте, меня зовут Алла Пилипюк. Я психолог с опытом работы в практической психологии около 17 лет. Тема нашего сегодняшнего видео – мужчина, который позволяет себя любить. Почему эти отношения можно назвать токсичными по отношению к женщине? Некоторые утверждают, что в отношениях один всегда один любит, а второй позволяет себя любить. Но в любом случае это является негармоничными отношениями. Потому что нормальные здоровые отношения всегда основаны на взаимном, во-первых, доверии, на взаимном влечении прежде всего. И на желании искать какие-то компромиссы, готовность вместе приходить к каким-то общим выводам. То есть в любом случае обсуждать это все. Это уже показатели нормальности отношений. Потому что, знаете, другими словами, такие отношения – это командная работа. Вот семья – это командная работа, это команда. Девочки, не забывайте регистрироваться на бесплатный онлайн-курс «Мужчина. Честная инструкция по применению». Сделать это можно по ссылке под этим видео. Значит, со стороны заметно очень, когда женщина любит мужчину, а мужчина позволяет себя любить. Значит, как это проявляется в реальной жизни, как примеры, да. Например, он не смешно пошутил в компании где-то, а женщина хохочет уже, да. Вот хохочет, она пытается перекрыть даже то, что не совсем было удачно с его стороны, да, там попытка пошутить. Она перекрывает это своим хохотом, то есть принятием. Он уходит гулять с друзьями, она ему звонит много раз в день, там, допустим, а он не снимает трубку. Вот, но она искренне ждет, сидит и до вечера, как говорится. То есть она принимает такие правила игры. Она пытается немножечко хотя бы получить внимание от него, да. Но внимание у него уходит туда, куда он считает нужным. А на женщину остается в последнюю очередь. Вот, это уже показатели таких неравномерных отношений. Просто со стороны это видно, а женщина сама, она этого не видит. Вот, она находится в отношениях, она получает там свои какие-то, ну, закрывает потребности какие-то, да. Ей достаточно хотя бы вот этой доли, доли любви вот такой, ну, его присутствия хотя бы в ее жизни. Значит, ну, мы сегодня поговорим о том, почему так происходит и чем это заканчивается. Значит, например, такой вариант, когда со стороны видно, когда она хочет к нему прижаться, например, да, или взять его за руку, а он нехотя берет так ее за руку, или наоборот, знаете, вот убирает свою руку, чтобы не быть, как бы, ну, не давать ей вот этого внимания. Она как бы это глотает и продолжает, продолжает свое движение. Естественно, у нее внутри накапливается определенное чувство, вот, и со временем это все, такие отношения, ну, как бы, они превращаются просто в драму. И мужчина говорит, я тебя не заставлял, вот, я тебе вообще ни о чем не просил, не заставлял, ты все сама делала. Вот, вот такие отношения, которые, знаете, когда женщина пытается сделать все возможное, как бы заслужить любовь, вот, но это никогда не получается. Потому что есть три формы, условно говоря, получения любви вообще в мире, ну, коммуницируя с миром, как, как взаимодействуют эти вот, ну, как, как закрыть потребность в любви. Значит, первый вариант это заслужить, это то, что, к чему в детстве нас еще приучивают, да, вот, если сделаешь это, получишь вот это, вот, и мы продолжаем это потом заслуживать, так же и у партнера. Значит, есть вариант, я заслуживаю любовь и ожидаю взамен что-то, я отдаю все, что у меня есть, как говорится, да, и душу, и тепло, заботу, нежность, секс, все отдаю, получаю минималочку такую и довольствуюсь минималкой этой. Вот, это отношения будут, естественно, не гармоничные. Второй вариант, я борюсь за любовь, то есть, женщина давит или мужчина давит, я сделаю все, чтобы ты стал моим или ты стала моей, контроль, доминантой, все такое. Вот, значит, два варианта, либо заслуживаю, либо добиваюсь этой любви. И даже в словах обычно, там, женщин или мужчин, звучат такие, знаете, проскакивают такие фразочки, я добьюсь, я борюсь, это как воин, знаете, вот, человек ведет себя как воин по отношению к миру и в отношениях с партнером. Вот, со стороны все это очень видно, конечно, и еще такой момент, когда, допустим, клиенты приходят, мужчина и женщина, ну, семейная пара приходит, и они садятся на диван, и между ними расстояние, они на краю дивана, один и второй сидят. То есть, между ними огромное расстояние. И сразу видно, что, ну, как бы, кто больше, кому, как бы, кто хочет больше получить любви, а кто ее не хочет сильно давать. Так, мужчина наслаждается теплом, заботой, вниманием женщины, да, но ему особо нечего предложить взамен. Обычно это гражданские браки, вот так выглядят. Вот, ну, я не говорю, что все у всех плохо, там, гражданских браках нет, но я всегда спрашиваю, почему вы не расписываетесь, ну, почему нет официального союза. Понятное дело, очень много отговорок на эту тему, вот, потому что и целый ряд, перечень, да, такой, женщина не удовлетворена. В любом случае она не удовлетворена, она не имеет статуса, у нее начинаются гормональные сбои, вот, растет недовольство, и в итоге это все потом взрывом заканчивается. Значит, нормальные отношения, они же строятся на договоренностях, вот, и на взаимном желании, именно настоящем, честном, искреннем желании заботиться о ближнем, ну, о партнере, да, и это двухстороннее. Если один дает, а второй берет и отдает меньше, да, то тут будет нарушение баланса между давать и брать, конечно. Если вы даете, например, даете чувство какое-то, то вы обязаны получить столько же взамен, например, там, и подарками, и вниманием, и заботой, и благодарностями, вот, то есть, это должно обоюдно крутиться. Как понять, что рядом с вами мужчина, который позволяет себя любить? Как это еще проявляется? Обычно мужчина в таком случае редко идет на эмоциональный контакт, он мало проявляет эмоций, чувств мало проявляет, он принимает их, да, ваши, например, да, ну, женские, а своих отдает очень мало, не проговаривает, например, не обнимает, ну, то есть, минимально, очень минимально дает эмоции, вот, а женщина как раз в этом нуждается, и, естественно, чем меньше он дает, тем больше она хочет получить, и тем больше она пытается ему дать, вот, не получая, опять-таки, взамен. Значит, именно женщина в этом случае проявляет свои чувства, много их проявляет, да, а мужчина, знаете, на прием очень холоден, вот, это показатель того, что мужчина позволяет себя любить, и женщина, ну, как бы, все это делает, не может дождаться от него ответного жеста, естественно. И когда мужчина не проявляет взамен такого же количества, которое он получает, со стороны это видно. Видят это друзья, видят это родители, например, если пересекаются с родителями, это пара. Все видят внешне и даже говорят женщине, что смотри, по-моему, он где-то там чего-то недолюбливает, чего-то он там недодает, этого не стоит, например. То, что ты для него делаешь, для него слишком много и нет обратной связи такой же. Но женщина находится в своем состоянии, вот она находится в состоянии вот этом, я сделаю все, я все-таки заслужу эту любовь и я обязательно ее получу. Но это будет естественной иллюзией. Именно женщина заинтересована в этом случае, заинтересована в планировании совместного досуга. Она выбирает путевки, она очень бережно к этому так относится, она тратит много энергии на это. Или, например, на подарки, на праздники, она очень тщательно выбирает, очень тщательно упаковывает эти подарки, а взамен получает что-то как-то на в ответ. вот так вот и соответственно она находится в этом же состоянии да вот ей нравится это делать но внутренне она все равно будет не удовлетворена конечно мужчина в этом случае инициативу по поводу подарков особо даже не проявляет и поэтому знаете как говорится такое ощущение как будто он идет она за ним бежит и когда наступает время тех же подарков она пытается она обычно просит у него это да и но бывает разными формами там вот и мужчина не хотя это делает это это показатели того что кто-то дает меньше кто-то больше забирает как говорится это ненормальные не гармоничные естественно отношения в интиме инициатива принадлежит больше женщине в таком случае тоже мужчина проявляется холодно то есть делать даже одолжение и в этом случае вот это тоже показатель того возможно ему удобно с этой женщиной потому что да он много получает но он не собирается строить серьезных даже отношений возможно так или если у них серьезные отношения вот то она все время будет нуждаться в том что ну как бы в том что он ей не додает немножко и в любом случае будет копиться напряжение это раз будет копиться неудовлетворенность и представьте если так годами происходит только допустим там третьему пятому году женщины уже будут накоплено негодование вот и будет злости и обида это много чего будет накапливаться значит что еще в этом смысле его больше интересует какое он удовольствие получает допустим от отношений сексуальных чем удовлетворение женщины вот то есть для него это вторично вот этот показатель того что естественно в отношении будет дисбаланс значит что еще женщине приходится приспосабливаться к его правилам жизни именно приспосабливаться жертвуя своими интересами например он позволяет себе допустим ходить с друзьями у него есть хобби то есть он ведет и он ставит правила игры а женщина с ними соглашается или если вам что-то не подходит и вы хотите равноправных отношений естественно потому что любовь это в общем-то равноправие это свобода свобода выбора людей понимаете и не важно женщина это или мужчина но каждый человек у каждого человека есть во-первых человеческое достоинство и неважно какой пол да и каждый человек имеет личные границы если он умеет их ну как говорится умеет проявлять эти границы если вы научили там в детстве или он со временем сам уже научить научился допустим и поэтому соответственно нормальные гармоничные отношения это когда оба человека два свободных человека они будучи в союзе да вот официальном например браке даже в гражданском браке но у них одинаковые права по крайней мере по отношению друг другу да вот и естественно в таких отношениях невозможно будет быть близости вот то есть этой близости там не сформируется потому что близость это право на правду о себе да и о партнере и право на ошибку вот но женщина в этом случае будет сильно стараться как говорится и правды о себе она может даже ему всю и нибудь не может рассказать потому что она будет бояться что он ее не примет он ее так не принимает как говорится берет больше чем он больше чем он возвращает вот то в этом случае не будет формироваться близости поэтому эти отношения будут неудовлетворительными со временем и будут являться токсичными. То есть женщина идет на отдачу. Она как выжатый лимон, потом остается и будет иметь претензии к этому мужчине. Ей приходится подстраиваться под это все. Мужчина не готов поступиться, например, своими правилами. И если в этом случае мужчина не соглашается, он не идет на компромиссы, и не идет он почему? Потому что изначально строя отношения, женщина приняла правила его игры. Вот такие. В силу того, что, как говорится, может быть у нее страхи, да, она влюбилась, ей хочется отдать, как говорится, самое лучшее, но обязательно взамен должен быть баланс. Если он не наступает этот баланс, отношения будут разрушаться постепенно. Если он уже не идет на капромвиз, то новые правила выстраивать очень непросто. Потому что либо изначально вы проговариваете свою правду и говорите, вот я хотела бы вот так, чтобы было вот так и так. Если мужчина уже привык к тому, что вы принимаете, например, у него есть хобби, у вас нет хобби, вам нельзя хобби заниматься, или вам нельзя развиваться, например, какие-то проходить программы или еще что-то такое для улучшения себя же, улучшения собственного качества. Мужчина говорит, ты мне нравишься такая, и не надо никаких изменений. Но вы имеете право на изменения, понимаете? Потому что человек в жизни, он растет, он должен расти, он не должен деградировать. Ну, это по желанию, конечно, деградация может наступить, но никто не имеет права запретить вам, как говорится, становиться качественнее просто. Поэтому здесь отношения немножко будут деструктивные, конечно же. Но этот выбор делает сама женщина. Она соглашается на такие отношения, и потом у нее особо нет права предъявлять мужчине, что он не прав в этом. Потому что она согласилась изначально на такие правила игры. Значит, что еще? Как понять, что мужчина рядом с вами позволяет любить себя? При попытке поговорить о будущем, это очень часто распространенное явление, мужчина быстро переводит тему на другую тему какую-то. Как только женщина начинает о планах каких-то, он тут же сразу начинает говорить, отстань, например, или давай поговорим о другом, или давай об этом обсудим когда-нибудь потом, и это никогда все равно не обсуждается. То есть попытка такая избегать, знаете, вот это является показателем того, что он позволяет себя любить, как бы, а вы недополучаете очень многое. Вот, то есть рядом с таким мужчиной, ну, в такой композиции, да, женщина все время будет чувствовать себя, ну, во-первых, низкая самооценка будет все время, потому что она подтверждение не получает тому, что она ценность. Получается, что ее ценность меньше, чем его ценность. И вот когда женщина отдает, отдает, отдает вот так себя, ожидая взамен, что что-то получится, а оно не приходит, вот, то, соответственно, у нее самооценка, потому что нет обратной же связи, вот, у нее самооценка будет быстро падать, вот, потому что, ну, как бы, пара создана для того, чтобы мы друг друга наполняли, для того, чтобы мы кормили друг друга какими-то, ну, закрывали потребности какие-то, и эмоциональные тоже, естественно. Вот, каждая женщина нуждается в признании ее красоты, признании того, что она прекрасная, там, например, хозяйка, что она красавица, Признание того, что она является ценностью Как женщина Так же и мужчина, он ожидает признания Что он сильный, что он справляется, что он добытчик хороший Женщина ему дает Мужчина, например, не возвращает столько же И естественно у женщины будет голодовка на эти комплименты Вот поэтому часто бывают и треугольники Появляются с обоих сторон Для того, чтобы компенсировать то, что мы недополучаем Потому что отношения изначально Негармонично построены В таких случаях мужчина, когда о будущем Начинаются разговоры, мужчина держится отстраненно Эмоционально держится отстраненно Она может уходить из дома, например, под предлогом Разным предлогом Это еще один показатель того, что Ну как бы негармонично Значит, что еще Мужчина практически не пускает женщину В свое личное пространство Чаще это так выглядят варианты Когда вы даже не знакомы с его родителями Даже, возможно, с друзьями он вас не знакомит Он живет с вами, удобство Ну все хорошо, как бы, да Но в другой круг он вас не впускает Это говорит о том, что, естественно, у него нет особо плана На вас, ну таких серьезных Пока удобно, она со мной А потом, когда наступит момент И, ну, он найдет, например, другую себе партнершу Он спокойно, с холодным сердцем, как говорится Он оставит вас и скажет вам спасибо просто Поэтому иллюзия о том, что эти отношения Когда-нибудь изменятся Это иллюзия Как бы изменений не будет Потому что вы изначально соглашаетесь На правила игры, которые он вам предложил Вас устроило Он даже не понимает, что это, ну, как бы, ненормально Потому что рядом с вами это нормально Значит, что делать В случае, когда уже вот так Значит, первое Это не брать всю ответственность на одну себя За все отношения Потому что отношения Это команда 50 на 50 Он отвечает 50% Закрывать ваши потребности И вы закрываете 50% Несете ответственность за закрытие потребностей мужчины Вот, поэтому здесь 50 на 50 уже Ну, давать и брать Что такое 50 на 50? Это равенство Понимаете, вот, ну, например Вы что-то приготовили, да Или, ну, что-то сделали Не важно Даже если вы убрали в квартире Он в это время работает Он труд вкладывает Приносит деньги Вы труд вложили Вы тоже должны за это получить Хотя бы благодарность, да Или, ну, услышать Сказать мужчине Что я бы хотела Слышать Что, какая я у тебя молодец Что у нас в доме все это чисто и порядок Вот И тогда мужчина будет понимать Что вам нужно, понимаете Потому что мужчина тоже может быть не обучен Этому в семье так не было Вот И он не догадывается Оказывается, что вы нуждаетесь в этом А женщина обычно молчит, терпит А потом начинает В процессе конфликта Начинает высказывать Вот, ты мне не говоришь Вот этих слов Ты вот это не говоришь Он говорит Я даже не знал, что нужно говорить это Вот, поэтому Что делать, чтобы отношения выравнивались, да Ну, становились более гармоничными Не брать всю ответственность на себя За отношения Потому что в этой лодке Вы вдвоем Вот И если только вы, как говорится Гребете в веслах Но веслами этими машете Вот То тогда ваш мужчина превращается Рядом с вами в девочку И сидит на корме с зонтиком Как говорится А вы куда-то там эту лодку несетесь Вот Поэтому отношения всегда 50 на 50 По мере ответственности Следующее, что делать Искать причину Нужно сесть, анализировать Найти причину Почему вас притягивает Такой тип мужчины С комплексом жертвы Понимаете Почему вы заслуживаете любовь Это либо семейный сценарий Либо какие-то травмы Драмы, которые вы уже прошли Уже неудачный какой-то был у вас опыт В данном случае Эта позиция, конечно, жертвы будет Значит У жертвы всегда нарушен баланс Давать-брать Жертва всегда много отдает И очень хочет много взамен Но она никогда столько не получает Что происходит у жертвы внутри потом? Она начинает злиться Она начинает копить обиды Пока она молчит Еще ничего Все Но наступает момент Когда все накопленное Начинает взрываться И женщина сама Пилит сук, на котором сидит Сама начинает рушить отношения То есть домик, который она строила Вместе с ним Она сама начинает разрушать Своим состоянием Вот Значит У нее внутри копится обида Копится злость За то, что он не понимает этого Еще раз повторю Что обязательно эти вещи Нужно проговаривать И обсуждать с мужчиной Что вы хотите Какие вы хотите взаимодействия Да Вот Потому что мужчины обычно Ну и очень много тоже С мужчинами работают И какой запрос от них идет Что Я не понимаю, чего она хочет Я вообще не понимаю уже женщин И с каждым годом Когда мужчина старше становится Говорит Я все больше не понимаю женщин Потому что она хочет одно Вот сейчас говорит одно Хочет одно Думает о другом А мечтает о третьем Вот И мужчинам не понять такую логику Поэтому они говорят У женщин логики нет Поэтому для того, чтобы было все понятно Обиды не надо копить Не надо копить злость Нужно сразу проговаривать Но Если у жертвы всегда есть страхи И Из-за этих страхов Одиночества Например Там Непринятие Или Страха потери Да Вот это Ключевой такой страх Соответственно Женщина молчит И не говорит эту правду И близость не может сформироваться Тогда И отношения негармоничны Близости нет Как говорится И все недовольны при этом Поэтому Найти причину Почему к вам притягивается Вот такое Там точно есть комплекс жертвы И это идет по семейному сценарию Значит Что еще делаем Не искать оправдания его поступкам Потому что Он такой какой он есть Вот и все И вы приняли его Ну как бы вот сошлись Вы и он вот такой Вот не надо Оправдывать Нехорошие поступки По отношению к вам Потому что Все равно вам больно Вот Как бы вы не говорили Что он хороший Там все Но если Если мужчина Как-то токсично К вам относится Как говорится То об этом нужно Говорить и сообщать Вот И во многих случаях Даже Наверное во многих Есть варианты Когда вообще Это терпеть не нужно Когда нужно просто уходить уже И все Но это когда запущенные Такие знаете Пары уже Ну отношения Настолько деструктивные Что в этом случае Уже действительно Конечно Лучше расходиться Я никогда не рекомендую развод Потому что нужно сделать Все возможное Чтобы твое качество Стало классным Чтобы ты умудрилась Не дойти до развода В своей жизни просто Поэтому Если с вами Обращается мужчина Ну например Да Так получилось уже В ваших отношениях Какие-то проявления жестокости Уже например Да Нужно садиться И задумываться о причинах Почему именно с вами Это происходит Потому что Ну как бы Жизнь в недовольстве В таком Она как бы Не сделает человека Счастливым Ни мужчину Ни женщину Поэтому с этим Нужно работать Значит что еще делать Искать в отношениях баланс Давать и брать Если вы Дали мужчине Например Проявили чувство Какой-то Нежности Заботы Там например Вы должны непременно Получить то же самое Неважно через что Вы это будете получать Но вы должны Обязательно получить И у вас должно быть Чувствовать Наполненности То есть отдала Не стала как лимон Выжатый А тебя вернули Наполнили тебя снова Хорошими словами Например Комплиментами Какими-то обнимашками Хотя бы так Вот этого достаточно Для женщины Вот Но нужно предупредить мужчину В чем вы нуждаетесь Как говорится Вот в этих моментах Сказать Я как ребенок голодаю Мне это нужно Пожалуйста Сделай это для меня Вот и тогда мужчина Будет понимать Как с вами по-другому Если он захочет Конечно это Если вы даете что-то Один раз Но не получаете в ответ Такого же количества Как говорится энергии Вы можете дать второй раз Если вы видите Что и вы проговорили Говорите Я бы хотела Обратную связь Вот такую Но когда вы даете Второй раз Третий Там не важно Четвертый Я обычно говорю Давай второй раз Третий не давать Если вы даете второй раз И не получаете Столько же в ответ И вы сказали об этом На третий раз Не нужно давать Просто И все просто Но страх Который есть У основной массы женщины Потери Одиночества И всего остального Не дает ей Как говорится В слух Произнести Вот это все Ее желания Все И она начинает Тогда копить И превращается Вот в эту злую жертву Вот Когда начинает обесценивать Включается подсознательное Желание отомстить Просто мужчине За то что он не понимает Не понимает того Что она как говорится Не проговаривает И если вы Не дополучаете Вы будете постоянно Потом голодать Со временем Это накапливается Обиды Злость Ненависть Все накапливается И тогда Любовь превращается В ненависть То есть я его любила А теперь я его ненавижу Обратная сторона любви Это ненависть будет То есть мы дожили до ненависти Вот Потому что неправильно Было построено Давать и брать И что еще Давать партнеру возможность Проявлять инициативу Рядом с вами Если он не захочет Это делать Тогда задаться вопросом Почему именно с вами Так происходит Почему вам не хотят давать Именно вам Понимаете Не важно кому еще Хочет он давать Или не хочет Но тут вопрос уже лично в вас Что внутри вас такое Какое на самом деле Чувство волшебное Держит вас в этих отношениях Как бы неполноценных отношениях Держит какое-то чувство И скорее всего Это конечно страх Посидите подумайте Как говорится Позадавайте себе такие вопросы Какое же на самом деле Чувство меня тут держит Потому что неудовлетворение В любом случае И второе Что держит таких отношений Женщину Это надежда На то что он Когда-нибудь изменится Но это иллюзия Не будет изменений Потому что мужчина Не понимает А что менять Тебя все устраивало А что менять А что тебе не нравится Я такой какой я есть Если не можешь принять меня Не принимай Вот ну мужчина Обычно говорит Ну выбери другого коня Вот и поэтому женщина Она такая Как у разбитого корыта Она там строила Пыталась пыталась Вкладывалась Складывалась И тут заявочка Такая выбери другого Другого кого-то Понимаете Странно Для женщины звучит это странно И море вопросов По этому поводу естественно Почему это иллюзия Что надежда Что он изменится И вот женщины все время Задают вопросы Что мне сделать Чтобы он Я говорю нет Что сделать Чтобы ты Нужно так ставить вопрос Вот почему именно с тобой Такое приключение случилось Как говорится Мужчина не будет меняться Потому что Если он так себя ведет С вами Для него это норма И он не понимает Что это не норма Вот потому что Ну вы как бы дали право Уже возможность Такую с вами поступать Например определенным образом Вы заслуживали любовь Он же не виноват Что вы заслуживали Эту любовь Правильно Он не виноват Что у вас нарушены Личные границы Что вы не можете сказать Нет слова например Мужчина в этом не виноват Поэтому я всегда говорю Работай с собой Начинай с себя Тебе не надо Ты не можешь поменять мужчину Ты можешь поменять только себя Чтобы рядом с тобой Мужчина не позволял Себе таких штук Вот чтобы вы могли У вас чтобы хватало силы Ну веры Как говорится Да и смелости Сказать извини Дорогой Со мной так нельзя поступать Вот потому что я человек Я женщина У меня есть человеческое достоинство И я умею его защищать Это достоинство Если вы не будете Это защищать То кто его будет вам защищать Вот поэтому мужчина Будет продавливать Конечно и рамки все Вот Ну личные границы Будет нарушать Вот и вы будете обижаться Потом и злиться на него И в конце концов Ненавидеть конечно Для того чтобы разобраться С этими вопросами Глубже разобраться Да Для того чтобы изменить Своё состояние Для того чтобы Учиться строить Уже наконец эти границы Да Чтобы вы выравнивали Эти отношения Я всегда говорю не надо расходиться сразу. Тебе нужно сначала изменить себя для того, чтобы ты потом либо эти отношения закончила, пошла другие строить, уже нормальные отношения, либо чтобы ты подчинила эти отношения. Не удастся подчинить, у тебя всегда есть право уйти оттуда, но сначала нужно подчинить себя. Поэтому, дорогие, я приглашаю вас на наш 6-дневный бесплатный онлайн-курс «Мужчина. Честная инструкция по применению», где вы сможете получить ответы на волнующие вот эти вопросы. Как правильно двигаться, как правильно взаимодействовать с мужчиной, как правильно с собой взаимодействовать, как разговаривать со своей интуицией. Как говорится, вы прикоснетесь, условно говоря, к той самой себе, которая внутри вас, вот та девочка, которая вечно задает какие-то вопросы и может чего-то еще не знать в этой жизни. Я приглашаю вас на наш бесплатный онлайн-курс «Мужчина. Честная инструкция». Понравилось видео? Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. И если у вас остались вопросы по этой теме, напишите их, пожалуйста, в комментариях. Субтитры сделал DimaTorzok